Радостные или, может быть, грустные новости для команды Five Man Midas. Возвращается их игрок основного состава, но, так или иначе, они использовали первую замену, да? То есть, получается, у нас можно сыграть четыре матча с заменами, ну, считай, первую они использовали. Несмотря на то, что у них, как бы, наполовину матча... Было бы прикольно, кстати, можно, типа, наш одну карту, короче, завязал, и того, как бы ты открыл первый матч, но ты его еще не упаковал обратно, соответственно, типа, следующую катку какую-то отдельную, ты, типа, одну карту тоже можешь юзать за лидер. Ну, да-да, половинка такая. Типа, полшоколадки схавал, как бы, и оставил, нормально, на завтрашний день. Удобно? Было бы. Собственно, возвращение... Ну, на самом деле, возвращение или не возвращение игрока, здесь, по большому счету, баланс сил так сильно, ну, не меняет, так как все-таки фавориты андаинги, они ими остаются. Но, конечно же, мы будем смотреть, безусловно, на драфты в том числе, хотя вот по сравнению со вчерашними днями, когда у нас были какие-то фавориты, там, в Южной Америке какие-то драфты, но все происходило вообще как... Как хотелось, да. Ну, как вот... Мы вывели формулу простоты в Америке, да, в Южной именно, и в ней она работает, потому что в Южной Америке что-то, типа, равенство есть по силам. Мало того, есть эта тема с серверами разными, естественно, там тоже очень важно это учитывать. И вчера вот Майл это доказывали, хотя, мне кажется, он сам был достаточно скептически настроен по поводу того, что сервера... Нет, после третьей карты, когда у нас на Перу выиграли одни, потом вот этот пангольер неуправляемый на второй карте, который не мог справиться с управлением, потому что у него явно пинг был, ну потому что он прям постоянно с одним и тем же дилеем он поворачивал не туда. И, собственно, я поверил, да. Тем более, что все три карты выиграла команда, за которую был сервер. Прежде всего, кстати, на Северной Америке тоже есть такая тема с разными серверами, но там, насколько я понимаю, пинг минимально различается. Ну, то есть, для европейца, конечно, играть, типа, на Тихоокеанском побережье реально сложно, но в случае, если ты просто американец или канадец, тебе в целом не так страшно, потому что там разница не такая большая. Хотя, ну, если взять географию, да, если протянуть линейку, то разница между, условно, Бразилией и Перу примерно такая же, как и между, там, условно, Вест-Костом и Скостом. Ну, я думаю, что просто коммуникации помощнее. Очевидно, да. Только в этом и вся разница. Надо как в этом. В Overwatch планируют ввести, ну, не в Overwatch в Dota, который типа патруль, а в Overwatch, который Blizzard-овский, планируют ввести такую систему на этой лиге, ну, потому что у них тоже онлайн опять будет, во всяком случае, в начале, с минимальным пингом. То есть устанавливается какое-то значение пинга, и если у тебя значение ниже этого пинга, то тебе система автоматически его накручивает, типа, добавляет дилей. И тебе это помогает играть? Нет, это, типа, делает более равные условия для всех. А, я понял. То есть абсолютно всем накручивает дилей. Да, типа, 20 пинг, если у тебя 5, то тебе до двадцатки добавляют. Мне просто интересно, как китайцы с британцами играть будут, например. Там же есть китайские клубы, которые... Они там в дивизионах. Мне кажется, это идеальный вариант для как раз, когда играют темные лошадки против фаворитов. Ты просто берешь какого-то там, не знаю себе, может быть, игрока шестого, специально подписываешь, который где-то... С Антарктиды. Да, да, да. С Северной. Оттуда. И чтоб у тебя пинг был 500. И вот на таких как раз, как бы, вариантах ты можешь обыграть топливных коллективов. И всем накручивают 500 пинга. Это что называется, пингвини пинг. Не, ну а что, был же этот турнир, который назывался ProDota League или как-то так. Это еще было до второго Инта, по-моему. Excellent Moscow Cup. Не-не-не. Это вообще... Ух. Это была отдельная история. Это был, короче, турнир, где в конце играли китайцы против европейцев. И там еще невозможно было его смотреть, потому что через DotTV там типа шейкер кладет фиссуру, она появляется через восемь секунд. Но суть в том, что они играли между собой. И как раз этот турнир, по-моему, выиграла команда Aoi. Они были потом ботом тогда, и потом стали Dignit. Я помню этот турнир. Но суть в том, что они играли с IG, и все такие типа, мммм, да они на равных с IG катают. А потом был Int, и оказалось, что нет. Я помню этот турнир, короче, это вообще неуправляемые пинги были, да. Я играл на Witch Doctor. У меня был Vanguard и Pipe. Они меня, короче, пятером пытались убить, тоже против китайского коллектива играли. По-моему, ну, короче, с Волочкой в миксе в каком-то очередном Rush 3D или еще что-то. Я помню. Управлять было нереально. Ты просто бросал каски, включал Hill и Red Click. Ну, и как бы стоял Wards, и если не Wards, просто Red Click нажимал, и тебя все били. Ну, просто что-то более эффективное. Ну, не играбельно было. Ну, да. В общем, там, что уж говорить. Потом были турниры между Европой и Америкой, и они и то там... Там побеждал 90% тот, кто сервер выиграл. Так и было. Но были еще и вот такие, между Европой и Китаем. Но сейчас у нас все поделено на регионы, и все равно проблемы серверов при этом остаются. Но в Северной Америке они действительно в меньшей степени. И мы смотрим за тем, как Undying против Five Man Midas драфтят на второй карте. Midas взяли себе Шамана и Тимбера. В этот раз вот такой опенинг. А у Undying, в принципе, похоже. У них Void Spirit и Incha. Два героя, которые уже были. Ну, хорошо, что в Five Man Midas не играет Франк. Потому что его Тимберс вчера был очень даже своеобразный специфический. А он выиграл или проиграл? Он первую проиграл, вторую он играл на Пангольере, выиграл. А третью я не помню уже, что происходило. Я вот тоже не помню. На первой там просто салатница была. То есть Тимбер был максимально бесполезен от него. А там еще он ФП, против него на пик или всякое. А, он третью тоже, кстати, выиграл. Он третью выиграл на Тимбере, но он вообще на ней ничего не сделал. То есть в целом был просто банк бегающий. Оп, Семочка. Сема. Где? Ну, такая, пара суппортов. Сем, Шадоу Шаман. Контроль есть. Ну, хорошая распика в Five Man Midas. Просто, ну, смотришь по лайнам, да, у тебя уже нет Урсы, у тебя нет Манки Кинга. Это, ну, два самых, наверное, главных парня, которые могут какие-то неприятности доставить Тимберу. Ну, я думаю, сейчас... О, Дэд роли нет. Что-то сейчас придумают, да, Андайенги. Пака нет. Прям вообще для Тимбера... Не, я не говорю про лайн, чтобы ты именно вот буст хороший получил, чтобы проблем не было, чтобы ты там не просел именно с нулевой минуты, и как бы у тебя фарма не было. А так, у него должно быть хорошо все на лайне. Опять же, Шадоу Шаману ему будет помогать. Это тоже сильный парень, сильная четверка, да. Поэтому Тимбер должен отсюда выходить пока раскачанным. Сейчас посмотрим, что против него придумают. Или, может быть, даже лайн свапнуть, может быть, триплу поставить. Тоже, в принципе, все работает. Причем, будь это Европа, СНГ, я бы сказал, что это еще шикарный драфт, потому что противник точно не возьмет себе иллюзионистов никаких. Нага вообще против того героя не может вообще ничего делать физически. Вот. Он процентажи еще режет, иллюзии и так далее. Но, к сожалению, это Северная и Южная Америка. Мне, честно говоря, очень больно смотреть на то, насколько большой пул героев, керри героев особенно, просто не существует у них в принципе. И касается особенно, конечно же, наги, террорблейды и так далее. Очень мало иллюзионистов. Парни просто с ними не играют. Поэтому Тимбер даже не скажет то, что вот настолько должен быть хорош в этом регионе, потому что он почти никогда не играет против иллюзионистов. Довольно часто ему приходится стоять против фурсы, там, какой-нибудь условный, который здесь тоже любит. Мне очень нравится Viper здесь. Вот сейчас вот для Undying. Вот четвертым пиком они его сейчас заберут. И будет очень хорошо смотреться. Можно сделать прямо два варианта. Либо Viper Shaker, да, line хорошая. Опять же, там нормально постоят люди. Сейчас посмотрим как раз, кто у нас будет. Ну, Viper, да, неплохо. Опять же, он родов Атос. Можешь первым артефактом собирать. Против шторма тоже неплохо смотрится. Потом Gleipnir сделать. А потом Gleipnir сделать. Можно, да. Опять же, пассивка против Тимбера. И ты можешь сделать два варианта. Либо Shaker Viper. Ну, дефолтно встать, да, 2-1-2. Либо ты можешь поставить этого Viper на легкую линию. И опять же, коль ты взял Shaker, просто триплой пойти вместе с этим Shaker в сложную. Вот. И просто Viper встретил этого Тимбера на line. И у Тимбера там рано или поздно начнутся проблемы. Один на один против Viper. Где вы видели такую комнату жениха-то вообще? Там диваны. Это скорее вот там вот у нас, где KS. Да-да-да, где KS. Там вот комната жениха. Наоборот жениха нету. Это комната другая. С другой стороны. Комната невесты. Там нет жениха, а здесь нет жениха. Ладно, главный жених пришел. Александр. Так, Андайни думает насчет четвертого пика. Тут про Шторма что-то надо придумывать. Они придумывают Силенсера. Причем это получается то, что это может быть флекс пик. То есть это либо Salo Middle, либо Void Middle. Причем мы понимаем, что если до этого, до появления Силенсера, была борьба между тем, что Void соберет Yule и Шторм к этому моменту должен либо ставить себе Orchid, либо он будет идти сам в Yule. Ну, короче, классическая эта борьба. Yule на Yule, Orchid на Orchid. То есть теперь с появлением Силенсера вопросов больше не существует, потому что у тебя Силенс автоматически. Соответственно, Шторму придется Yule собирать в самом-самом начале. Это очень серьезно может замедлить его темп, и, соответственно, эффективность в файтах и так далее. И это реальная проблема. Так что мне нравится, что они взяли здесь Salo. А как по лайнам они станут? Либо Силенсер Трешка и вместе с Шейкером на лайн. Потому что под Шейкером можно вообще любым там, ранджевиком хорошо стоять. Либо он Middle идет и Void Трешка. Ну, если это Трешка, Salo, то это 100%. Вот этот вот классический билд под названием я люблю Dragonlance вместе с Glimmer Cape. Потому что сейчас Glimmer Cape из-за вот этого изменения того, что он с перчаткой. Ну, не сейчас, да, не в последнем патче, но в одном из последних. Вот. И начали брать постоянно. Мне ужасно не нравится, когда это Тройка. Потому что у тебя Тройка привычно, да, либо она с блинком инициирует, и она жирная, и станет. Либо она с аурами. Тут ни то, ни другое. Это, типа, персонаж, который не дает ничего, что дает обычная Тройка. Поэтому композиция файта получается так, что тебе нужно обычно брать на сейфлайн тогда в таком случае ВК, который быстро собирает себе блинк после армилета условного или радианса, и в таком случае выполняет позицию 3 вместо вот этого сайленсера, который, на самом деле, приносит импакт совершенно другого типажа. Ну да, как-то вот можно сказать, что есть ОД, но из-за вот этого билда с Meteor Hammer, из-за астрала ОД как-то и подцепить, может и вышку плавать. Ну, он инициатор, на самом деле. А сайленсер ни того, ни другого не может. Антимаг, ВК, Лансер. Забанено. Интересно, что они сами себе ВК не особо хотят. И так, по-моему, остались первые позиции у нас, да? Да. Либо Андайенги делают сайленсер первой позиции. Но это будет странновато. Слушай, ну, против Имбера не так страшно, наверное. Типа стоишь, бьешь по нему, постоянно чистый урон сквозь армон. В принципе, с ничой два рейнджевика могут его и загонять неплохо. Именно с нулевой это наделал. Просто отгонять, постоянно ему выбивать весь реген, не давать им там за крипов заходить или в крипах тусоваться, просто его с руки райт-кликом бить. Ну, Тимбер на первом левеле слабый. Первый пассивка слабый, вторая уже сильная. Да, да, да. Но потом, когда он реально уже начинает по левлу, на четвертых-пятых левлах к сайленсеру просто прилетает этот сейф в лицо, садится к тебе и все. Это довольно печально. Морф забанен после бана Лансера и это Джиггернал. Это Джиггерналсер три или два? Я бип-три поставил, на самом деле. Ну, неплохой лайн будет тогда. Сайленсер, шейкер, хороший лайн. И вот теперь у тебя в миде, опять же, классно будет стоять против... Чем ответим? Какой-то контроль сквозь БКБ я бы взял, да, потому что против тебя Джаггер. Бетруха был бы идеален, но Бетруха в бане, очевидно. Ну, герой с манта-стайлом тебе нужен очень быстрый. Первым артефактом, который будет собирать. Поэтому прям можно моментально отрезать половину персонажей. Ну, либо ты просто дожишь все драки, и потом в второй-третий слот БКБ уходишь. Ну, таких героев мало, которые любят БКБ. Фантом какая-то, опять же, рабочий вариант. В Battle Fury там БКБ. Нага можно взять. Дезолятор БКБ. Но это очень-очень гридово здесь. Нага хороша еще сверху против Джаггера тем, что ты собираешь аганим. Он работает, точнее, с нейр работает сквозь сетку. Шейкер. Ставишь ультимейт. Проблема. Шейкер проблема, согласен. Он будет еще и доставать тебя во время тэп-аутов по Song of Siren, вполне вероятно. Но, с другой стороны, ты зато с Джаггернаутом просто. То есть, у тебя команда стоит во сне. Он крутится, вертится, ты его дизеблишь, убиваешь. Фантом брал. Здесь мало кто что делает. Это Фантом. Это она. Ну, это вот регион такой. В нем просто не берут эльзионистов физически. Окей. Ну, так вот, послушав вас, драфты выглядят более-менее логичными. Но... Кто? Мне вот, честно, нравится драфт 5-ман-мидос. Я, наверное, поставлю-ка на них, пожалуй. Они, на самом деле, плюс-минус что-то показывали на первой карте. Да, они слабее. Да, это очевидно. Да, там разница в скилле. Но все равно я на них поставлю. Мне кажется, могут они этим драфтом забрать. Есть шанс. Думаю, что просто, чтобы такое разыгрывать с таким гридом, нужно реально уметь в макро. В макро они не могут. Кнопки нажимают, но макро нет. Поэтому андайги. У нас мнение аналитиков разделилось. Интересно, что говорят в GGB. Ну, кстати говоря, тут поменьше стало, по-моему. Да, было 6-4-4, а стало 4-9-9 на 5-ман-мидос. То есть, как бы, вера в них какая-то. Может быть, из-за того, что вернулся игрок основного состава. Может быть, по драфту. Ну, а наслаждаться этой картой, конечно, будут у нас джемы и ретель. Не правда ли? Да, уж точно. Наслаждаться придется, потому что моя любимая фантомка появляется. Но я согласен, на самом деле, с аналитикой, что она в этот раз на драфт или получше. И одно неудительно, что коэффициент все-таки изменился. Потому что, как мы уже неоднократно говорили, что обычно на серию дают более аккуратные прогнозы. Да, на карты более высокий коэффициент всегда бывает. Но первая карта была, как по мне, очень простой для команды. Как на второй будет, пока непонятно, как все сложится. Джиггернаут на ласпик. Да, плюс у них саленсер на коре все-таки оказался, я так понимаю. Да, Саберлайт его взял? Я не успел обратить внимание, кто на ком, если честно. Но если Саберлайт, то он в Непах им катал не успешно, правда, но катал. То есть он там появлялся, по крайней мере, как факт. И почему бы и нет? По сути, это персонаж, который, если выиграет свою линию, то он очень быстро бустится. У него очень много краденого интеллекта появляется. Он очень сильно бьет с руки. Ну и просто единственная его проблема – это то, что он не может быть инициатором полноценным, потому что он просто ватный. Но у него хватает тиммейтов, так скажем, которые пойдут вперед, поэтому проблем быть не должно. Опять же, шарт в последнее время крайне популярен на этого героя. Многие берут, то есть смотрится очень все даже хорошо. Сейчас посмотрим. Да, посмотрим. Есть, опять же, кому ловить. Тут же Войтспирит имеется, шейкер есть, фиссуры какую-нибудь. Энчантрос там может быть. Да, Саберлайт играет на саленсере у нас, так что это будет тройка. Ну что ж, шейкер сала, то есть на бумаге линия конкретно хорошая. Как будет по игре интересно посмотреть. Но все-таки с точки зрения инициативы здесь, конечно, все будет ложиться на плечи шейкера и на плечи Войтспирита, который снова будет от Брайла. То есть есть кому врываться вперед. Да, возможно, не будет какой-то плотной стенки, но герои, видимо, суммарно попытаются это все дело впитывать. Ну что ж, и посмотрим. Брайл тут у нас решил пойти пободаться за руну. Кажется, он сейчас немножечко пришел, приплыл, и надо бы его убирать отсюда, пока есть такая возможность. Что происходит с Брайлом, хотя фиссура просто царская, спасает сейчас от смерти. Сейчас не надо, видимо, свою грудь поставить. Ну, да, лучше бы Брайла такими этапами отдавали. Хороший Аркейн Кюр залетает, но... Они не отдали никого. Повезло, повезло, но заберут, наверное, баунти здесь за счет того, что просто давят. Да вот не угадай-ка случилось, потому что у нас, видишь, наверху вообще никого, и надо бы кого-то туда отправить, пешочком убежать. Нарисовал линию там Мунминдера, а кто в итоге побежит, не очень ясно. Брайлу явно не с руки там тусоваться, так что посмотрим. А пока у нас решил немножечко Тимада отдохнуть. Пауза, как обычно, да, бывает такое. Надеемся, что проблем серьезных с интернетом нет. Обычно просто на Южной Америке часто у нас бывает, да, вот прям фулл сет, я так понимаю, и Аркана, и шлем Валькирии, вот этот вот. Правда, посоха не хватает, я так понимаю. Ну, я не знаю, я этот сет впервые вижу. У меня Виверновский сет, он на ней. Нет, у меня он есть, но он из очень старого Компидоса, еще когда они вот выходили, знаешь, что-то вот два раза в год. Компидоса? Ну, старые, да, вот, которые выходили у нас, когда еще Компениум был как таковой. По-моему, оттуда, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, но это старый сет в любом случае. Шекер, без второго стиля Арканы до сих пор играет. Как может ему не нравится? В смысле? Как может второй стиль не нравится? Я, конечно, понимаю, что многие напяли вот на себя золотые шмотки, типа, смотрите, я наролял. Там красная. Ну да, я понимаю, то есть именно ставить какую-то некрасивую шмотку только потому, что вот она более редкая. То же самое со вторым стилем Арканы, я думаю. Ну, как бы, показатель скилла, мне кажется, что ты набил второй уровень Арканы, значит, ты наиграл достаточно много игр. Чтобы все боялись и баунтируны. Да, 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 и боялись заранее. Так, ну что, баунтируны. Первые появляются, две должны забирать здесь Five-Man. Если сейчас кисура какая-то тайминговая не залетит, выбегает Саберлайт, фантомочка здесь и... В итоге перекликал у нас игрок из команды Five-Man Midas и должны забрать как минимум три баунтируны себе, Five-Man Midas, и одну, наверное, заберут Undying. Сверху, да, силами дубу как раз-таки. Ну, начало неплохое сейчас мы видим. Посмотрим, как будет выглядеть линия у Тимбера. Потому что он тоже со схожей проблемой, что и Саленсер. Если линия вдруг не выиграется, если он не будет на ней давить, то дальше в игру вернуться будет очень трудным. Все-таки такой персонаж, который нуждается в большом количестве экспы, золота, и даже если в соло его оставить, все равно это может не добираться при сильной такой дужке на линии. А души тут есть кому-то. У Тинчайте уже занимается вопросом, что там у нас монстр-то вкачал. Такое ощущение, что не реакция фармера. Нет, его. Что-то он как-то... Нет, пока не ясно, на самом деле. Нет, на меня Киберчейн. У него Киберчейн, да, на первом лайоле, по-моему, был. Как раз таки он его юзал. Так что да. Пока армора нет, но рано или поздно он появится. Но в любом случае, опять же, ты стоишь против Ловковича... Ловкача, в первую очередь. Ловкович, да. Ловкович, это немножко меня не туда занесло. Можно узнать, как грипп Ловковика какой-нибудь. Да, да, да. Ну, хотелось бы против силовика играть, тогда можно было бы постоянно спамить Роллинг Дес какой-нибудь. Но так-то, в принципе, с реактив армором тебя тоже особо пробивать не должны. На линии, по крайней мере. Ну, здесь для Шторма должна быть тоже, по идее, приятная линия, потому что любят против милищников Шторм играть. Ему хорошо. Он ставит ремнанты и спокойненько добивает себе крипов. А Сайберлайт, видим, что пока что получает спам от СМК, но это ничем... Ну, пока еще не заканчивается. Там реген, скорее всего, придется кушать. Вот, даже фласку у нас выпил в итоге Сайберлайт. И посмотрим, как Шоу будет качаться. Возможно, он будет именно максить первый спелл для того, чтобы продолжать именно такой харас. Ну, пока, судя по всему, так и будет. Первый, второй. Ну, знаешь, вот когда как. Иногда первый, третий. Иногда первый, второй. И закупаться мангусами просто под завязку. Ну, тут вот уже идет нападение на Сайберлайта. Мы видели, что потрачена была фиссура. Спасти пока нечем. Стики прожимаются. Не дотягивается колбой. Да, дотянулся в итоге. Это ФБ для 5-мена. И Фантомка забирает себе фраг. Да, видимо, что первый, второй вкачан в итоге Шоу. Много маны на это будет требоваться. Но, тем не менее, он готов этим пожертвовать ради вот таких фрагов. Потому что эскейп это все-таки у Сайберлайта нет. И герой достаточно ватный. Да. Единственное, на что стоит рассчитывать, это на союзную фиссуру, которая тебе может как-то подсейвить. На этом все. На линии. Окей, в миде пока ситуация равная. У нас здесь пока рано о чем-то говорить. Ну, я думаю, что так и будет. Опять же, скорее всего, Шторм еще и Лиса будет пофармливать чуть позже. Сверху, тем временем, нападают на Шадоу Шамана. Есть замедление. И Шадоу Шаман сейчас погибнет, скорее всего. Да, это фраг. Любит темата, да. Таких персонажей, которые могут немного подконтролить. Хоть и замедление, но даже из-под такого небольшого контроля все равно выбраться вообще не под силам шаману. И он ничего не может сделать против темата, который начинает крутиться. А крутилка сначала куча дэмэджа. Ну да. Хоть и первого левела, но реактив фармор уже имеется. Да и пробивать его сложнее. Все-таки какого-то саппорта попроще на линии забрать. Поэтому нормально. Пока один-один. Ну да. Видимо то, что у нас и тот карри немножечко покушал. И здесь поели. И придется как-то Симберу немножечко аккуратнее себя вести. Потому что теперь уже подключаются и крипы. И Схадукина тоже немало дэмэджа насыпает. А вот реактив фармор, видимо то, что у нас с первого левела. И монстру придется аккуратнее действовать. Диригент закончился. И он привез себе еще и соло ринг. Снизу нападали на Фантомку. Но Фантомка блинкуется на ЦМочку. Поэтому выживает нормально. Но все равно линии неприятные поддавливают. Постоянно сбивается кларетка, я так понимаю. ЦМка без маны. Фантомку тоже не подпускают. И сейчас будет фраг. Плюс интеллект для Сайберлайта. Да, немножечко тут у нас поглупела ЦМка в этом моменте. На два интеллекта. И это такой тревожный звоночек. Потому что эта линия должна была давить у Файмэн Мидаса. Но вот получается тут даже фраговать. Это учитывая то, что довольно большой монокост у Фиссуры. И не так уж часто ее покидаешь. Но получилось на эти моменты через Курсу и через Глэйвы уже забрать. Ну пока импакта на самом деле от пятерки ЦМки не так много действительно на линии. Тут в миде у нас будет сейчас возможно драка. Сюда потягивается Дубу. Ну что, хотят подбить Шторма. Нельзя, нельзя дать забрать ускорение. Оставляют Брайлу руну. Все правильно. Там и тому, и другому нужна была бутылка. Но теперь придется Шторму немножечко потерпеть. Там правда еще и смех скачало. Погибает. Отлично. Ну и вот он импакт пошел. Забрали все-таки нас Саленсера Тимада. Делает просто ТП, понимает, что сбить ему нечем. Ну он делает под базу, прошу прощения, под Т1. Под башню. Да, под башню. И ставит сразу под себя еще и Хилен Вар, чтобы похилиться. Там 16 тиков в любом случае было, поэтому вряд ли бы удалось забрать. Дубу здесь пока что смещается рисочек подфармить. Пока достаточно спокойно. Он ждет баунто, скорее всего, чтобы перехватить его у Шторма. Да. Чтобы он точно его не законтролил и остался без маны. Или просто жить на том регене, который дает СМК. Она как раз вкачала свою пассивную способность. И хоть немного, но будет с этого получать Шторм. Так, и вот видим то, что опять тут Дубу начинает противодействовать Шаману. Все-таки ушел до того, как появилась баунти руна. И это шанс законтролить, там как раз Шаман за этим последит. Ну а пойдет за этой руной, понятное дело, все-таки сам Шторм. Ему очень нужна бутылка. Да, должно быть 2-2 по баунти рунам. В итоге лишних не забрали. Ни те, ни другие. Но и СМК был разбит от команды 5-Man Midas. Что, хотят в миде загангать Брайла сейчас? Почему нет? Пока астрал степов нет, вполне реально это сделать. Там, правда, вопрос, дойдет ли он или нет до соперника своего. И он вообще вниз куда-то побежал. То есть, возможно, он просто на ускорение себе дал этот... Нет, подходит все-таки. Но тут хаста, ксбируется Брайлом. Теперь поцепить его не подходит. Непонятно, на самом деле, как подходил. Да, надо было вортексом, наверное, поцепить. Но он же цеплял, судя по всему. Вот видишь, как на кулдауне стоит. Да, в итоге... Вот теперь сейчас шанс. Сейчас на развороте нападают. Сюда дубы перетягиваются с урсачом. Мана заканчивается у RRL-а и его забирают. А Шаман все временем дополз до нижней линии. Красава. Мы могли бы снова показать то, что на линии все-таки пока что хозяйничать может именно Фантомка. Но все-таки отступил он. И Мунминдеру больше досталось. Он тут должен погибать. Контроль там еще должен быть какой-никакой. И тут решили даже просто добить с руки из нюков, которые имелись у команды. На самом деле все такие биты. И как бы хотелось сейчас Саберлайт еще какой-нибудь, я не знаю, Last Word накинуть. А вот и он, кстати. Он там первого левела, по-моему. Но он с курсой вместе прокатит. Какая разница? Да, еще дотикает. Тик. Еще один. Да, да, дотикает. Правда, интеллект он не получил, но в любом случае фраг заработал. Приятно. Ладно. В миде у нас продолжает шторм стоять, но мы видим, что Брайл себя уже получше. Чувствует разницу существенная. 600 голды между ними. Тимада опять больно ему, но всегда есть опции. Блэйд Фьюри Топаут, плюс Стики, Хилинг Вард нормально вернется обратно на линию. Оставили его пока что один на один против Тимберсоу. Ну и чувствует себя явно не очень хорошо. То есть поддержка какая-то все же нужна. Но у нас видим то, что и Энча оказалась внизу. И Тимада снова. Только он пришел и прошел Стики. И опять ему больно, но не должны его забирать под Хилин Вардом и под Тавером тоже. Ну не знаю, опасненько. Чакрам, Блэйд Фьюри на всякий случай. Тимада в итоге выживает. Но было близко. Снизу тем временем нападают на Фантомку. Фантомка забегает под вышку. Втроем пытается ее подловить. Проедает путь себе к свободе через топорик. Нормально. И вроде как Фантомочка выживает. Размансовала. У нее как раз таки новомодный билд. У нее коррозивная арба, которая позволяет тебе в принципе скипать изолятор. То есть собираются уже дальше. Это в случае если очень нужно БКБ собирать. А здесь учитывая наличие саленсера, тем более коры. Это нужно делать. Тут не только саленсер. Тут еще и шекер неприятный. Спирит неприятный. Хотя просто знаешь, что на старте драки снимает себя саленсер. Тут видим то, что все-таки Фантомка вернулась и возможно ошиблась. Курса на ней есть. Курса добьет в любом случае. Но Монминдер видим то, что и не стал помогать умереть ей. И дальше у нас будет погибать и саппорт. Как-то тут не особо то импакт. Даблкилл от Саберлайта плюс интеллект заработанный. Вдвойне приятно. И вот уже начинают давить Сяндэнги. Да, у Джаггернаута не лучшим дела обстоят образом на линии. Но смотри на его Нетверс все равно хорош. Да, но мы понимаем, что у Фантомки дела еще хуже обстоят, чем у Тимада в этот раз. Поэтому пока нормально. Ну что, под пуш, наверное, будет какой-то сейчас линия. Хотя на самом деле потенциал именно в плане пуша, наверное, у Мидосов побольше. Ну посмотрим. То есть они в любом случае могут не дать вернуться Фантомке, которая на таком раннем тайминге была бы не очень рада уходить в лес, пытаться или на другой линии рисковать своей жизнью. Ну и видим то, что Тавр все-таки сносится. А на Миде тем временем столботворение и попытка будет забрать правила Ли. Или это что? Ну тут видим то, что пока просто гуляют как-то. Такое ощущение, что не знают, куда деться. Да. Столько, видимо, у нас бездомными осталось товарищей, которые потеряли нижний Тавр. Но тем временем хорошо начинают набирать преимущества по золоту ребята из команды Undying. И я думаю, что это не предел. Тимада продолжает терпеть сверху, но это его судьба. Понимая, что пока надо с линией, наверное, уйти. В Миде, возможно, будет нападение. Сейчас Брайл бежит вперед, убегает. Отсюда Шторм. Да тут толпа народа, на самом деле. Драка тут должна будет завязаться. Это вопрос лишь при имени. И видим то, что Брайл толкает линию. И теперь можно залезть под Тавр. Можно попушить пока что, да. Прожимается глиф фортификации. Ответный также прожимается от команды Five-Man Midas. И что, будет нападение на Брайла или на Дуба. Но тут просто Монминдер уже караулят все подходы. И Фессура залетит. Да, вот ждет, видимо, момента, когда отопьется совсем Шторм, чтобы ворваться. Так, чтоб полетел. А тут уже прожали Nature-Attendance. Забрать не так-то просто. Еще и Фессура все-таки отрезала. И проблемы есть. И Шторм сам подставился. Поздно. И его добивает. Брайл добивает его просто через Astral Step. Прилетает сюда монстр, но опоздал. Я уже испугался, что поздно Global залетел. Но в итоге смогли добить Шторма. Слава Богу. Не успевает Тимбер на Fight. Таунтавер донес зато. Да. Но Тимбер, кстати, горит. На нем Arking Curse висел. А, это сверху было как раз кинпадение на него. Ну, ладно. Вышку в миде защитили Five-Man Midas. Но потеряют, наверное, вышку сверху сейчас. А Фантомка здесь как? Как Фантомку не потерять? Ну, Фантомку так просто не забрать. Но там Брайл шел. Если бы он успел как-то добежать, то, возможно, были бы шансы. Но тут видим то, что и Мунминдер довольно далеко зашел. Подставляется, да. Шторм возвращается из таверны. Цепляет Мунминдера. И, скорее всего, его уже не отпустят и сопроводят в таверну. Он за книжечкой зашел в таверну. Ну, нормально. Окей. Линию подпушил. Все равно неплохо. Киноптик. Вот. Киноптик интересный тут у нас выпадает. Уже добитые шмотки все тиродины у команды Undying оказались. С тех пор, как ушел Тимада в лес. Вообще, интересно то, что как-то не получилось больше денег с линии вынести у Фантомки. Потому что она все-таки могла хотя бы на рейнже оформить Даггерами. А Тимада не мог такого себе позволить. Ему всегда приходилось идти на контакты делать такие телепорты. И тратить, соответственно, на это и ресурсы, и время, пока он добежит от тавера и крипам обратно. Но, тем не менее, денег у него побольше, чем в Фантомке, опять же. Да на тысячу больше. Да, и тавера потихоньку падают у команды Five Man Midas. А Трентата нет в пуле. Регенить вышки некому. Поэтому они рано или поздно упадут. Дела обстоят в разы лучше, конечно, у Undying. Ну, пока, да, видим то, что у нас очень богатый Брайл выходит. У нас достаточно много денег и у Сайберлайта. Интересно, что он будет собирать. Может, какой-нибудь Родофотос, что там нынче он предпочитает. Нет, он даже решил новенький вот этот ножик собирать. Вичблейд, по-моему, да, если не ошибаюсь. Вичблейд, да. Вичблейд, хорошая вещь. Это всем хорош. То есть, атак спид, это бустит и статы полезные для него. Так, ну вот, нападение на монстра сейчас. Есть Arcane Curse, Last World. И полетел у нас все-таки в атаку RRL. Но не получилось у него сразу Брайла зацепить. Но, тем не менее, его поймал через Вортекс. Но есть Астрал Степа, чтобы уходить. И у Брайла еще 16 стиков, так что он может развороть и подраться. Что-то не рассчитали свои стилы. Мун Миндер. Сейчас, да, забирают здесь у нас Мун Миндера. И не смогли Тимбера забрать. Тимбер-то все-таки уже плотненький. Так просто его не пробьешь. Вот надо бы как-то подкачать Фантомку желательно. Она очень медленно фармит до появления Battle Fury. А как долго она будет его фармить, это еще вопрос. Потому что оно как-то нечем ускорить. Знаешь, вот типичных бафов для Фантомки пока что не присутствует в команде со скиллов. То есть даже ни Бладласта, ни там какого-нибудь минус армора, еще что-нибудь такого рода, к чему мы привыкли в прошлом патче. Фантомка плюс какой-то персонаж. Самый первый герой, который приходит на ум, это Магнус, которого нет, конечно же, со встроенным БФом. Было бы круто увидеть. Ну ладно. Медленно, но верно, но Фантомка идет к своему БФу. Это хорошо, но Джиггернаут продолжает разгоняться. Джиггернаут вроде как через молнии собрался играть. Но это тоже бустит фарм. Да, это и фарм, и это плюс еще и драка потенциально хорошая, может быть. А тут ДБФчик еще и... А тут еще подсказывает нам об сервер, что заблочен спот, я так понимаю, да? И это не палец, а они, видимо, еще... Сентряк там чуть ниже стоит. Поймали здесь энчатрос. И забрали. Это еще один фраг для Five-Man Midas. Сверху там, возможно, будет драк. Сейчас Фантомку подцепили. Пытается Фантомка улететь, но Фиссура не позволяет этого сделать. Плюс интеллект, и фраг еще делает тимада, и сразу же перемещается на вышку Т1 сверху. Там внизу какая-то линия фида для Undying. Туда Мунминдер пришел, умер, и потом Дубу пришел. Видимо, решили, что там безопасное место для фарма саппортом, но в итоге не получается. Как-то это все провернуть так, чтобы было действительно безопасно. Но вот последний это один вышка падает, теперь обвардится и просто не пускай Фантомку глубоко в свои же леса. Так, а здесь что у нас? Перетягивается? Нет, не перетягивается Тимбер. Причем, я так понимаю, просто закидывал Мунминдер Фиссура, потому что вроде как Вижна там не было. Из вредности. Да, но получилось так, что он еще попутно сбил телепортацию Тимберсо. Да не, вряд ли. Забавно получилось. Я не уверен, видел он или нет его. Да нет, нечем было видеть, но вряд ли просто так кидал. Ну, вроде как крипов добивал под вышкой. Ну ладно, тут на смок атака, на Мунминдера под тавр прямо, и будет ли перетяжка какая-то, да, имеется глобал. Опаньки, а тут встрял у нас товарищ-то. И шторм спириту совершенно никак не представляет. Эхо-слэм, шикарно, добивает шторма, ставится змейки. Правда, контроль сейчас Брайла. Кастует хороший Новый год СМК, избить-то никак не могут, СМК погибает, правда, только сейчас. Здесь уже Джиггернаут как-то со спины вышел. А Брайл до сих пор жив, на которого весь фокус полетел, не получилось его забрать. Мунминдер там тем временем все-таки отвалился, но монстра хотят догнать. Не получается это сделать так просто, контроль закончился. Я не совсем понял, откуда появился Джиггернаут, он как-то с подветренной вышел в спину вообще. И всех раскрутил, да. Да, 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 но это было круто. В любом случае, драка выиграна, конечно, ребятами из команды Undying. Вышку защитили, троих героев забрали. Круто все сделали, у нас Фантом пока что фармит на линии. Там у нас Саберлайт себе что-то вроде как приобрел. Что там у него? У него уже почти готово Вичблэйд, остался только рецепт. Да, он уже дофармил практически. Довольно высоко по фарму забрался. Видим то, что топ Нетворса команды Fightman Midas это именно Тимбер. Но много ли это дает? Он пока видим то, что каких-то на укрепление артефактов не берет. Только Юльчик, чтобы его не засайленсили, чтобы можно было сайленс себя снять. И по драке чувствую себя хорошо. Я думаю, что в первую очередь из-за этого он его взял. Ну и что, и там, суть по всему, пытается перевардить Сэмко. Нашла наконец-то этот блочище вард. Ну и теперь будет немного полегче, конечно. Надо как-то эту тройку дефать, хотя бы ее. Чтобы Эншнитов можно было спокойно пофармить с этой стороны. Так, у нас тут что-то задумали ребята из команды Undyne. Хотят под 15 минуту подраться, я так понимаю, под баунтируной. Но никто не подставляется из команды Fightman Midas. И могут сейчас 3 баунтируной себе Undyne забрать. Да, это easy. Три баунтоса там никто даже не пытался застилить его с другой стороны. Из команды Fightman Midas. На Шторм потихонечку, потихонечку, но добирается до Урчета. Посмотрим, поможет ли это хотя бы как-то. Все-таки против Брайла это довольно сильно. Я вот пытаюсь вспомнить сейчас. Вичблейд дает у нас замедление, либо уменьшает сопротивление. Что там у нас? Замедление. Угу, окей, все. Значит не ошибся. Так, монстр. Поймали его, не дают убежать. И окружают уже. ДД имеется в наличии у Войт Спирита. И Тимберсоу погибает. Сейчас еще бы убежать в Шадоу Шаману. За ним вроде как выехали, но нет. Ночь на дворе, никого не видно. Убегает также Шторм. Но в любом случае забрали Тимбера. Это уже приятно. Можно выходить в пуш самим. Что он в это время тут развлекается? Во всю снизу? Да, крипов пушит хотя бы как-то. Что там интересно? Взял себе Юлу Септер уже Брайл или нет? Скорее всего взял, да. И поэтому с Сайленсом там некоторые проблемы у Шторма. Который тут будет пытаться закинуть. И Шаман, Шаман, Шаман не подставился. И пытается выйти в первую очередь на Фантомку, которая поняла. Он дал информацию для Фантомки, да. То, что перетяжка идет наверх. А там и так драка завязывается. Все равно видим Шамана. Шамана нашли. И Салин залетает в Брайла сейчас. Но есть глобал ответный. Поэтому драться вообще не хочется. Пытается убежать Шторм Спирит. Но ему очень больно. Он взорвался просто. Его не стало моментально. Лопнули. Сюда бежит Тимада уже. И просто бегите, глупцы. Хилингвард, Блэйдфьюри. Начинает бить монстра. Начинает накидывать Саберлайт. Саберлайт накидывает уже очень больно. Забирает СМ-ку еще. Минус три в сумме от команды. Ондайнг. Погоня продолжается за монстром. Не жалеет даже ультимейта Монминдер. И это еще один фраг. Триплкил от Саберлайта. Триплкил. Да. Фантом продолжает фармить БФ. Ну, помянем, конечно, МБФ. Который появится еще не очень скоро. Тут надо половину персика дофармить. Так что тут очень сильно затянулся у нее процессы. Видимо, из-за этого сильно отрыв увеличился, который у тимата существовал. И так изначально, после лейнинг-стадии. И Монминдер тут может ее снова зацепить. Получается, есть адемчик. Кому бить непонятно. А просто пугает ее. Даже если ты подцепил, то некому дэмош было вносить. Шторм вводит теперь в таверне. Саберлайт далеко. Тут ответ на нападение сейчас на джиггернаута. Ну, не знаю. По-моему, это ошибочка. Может быть, джиггернаут с ультимейтом. Он сейчас раскастуется еще. Да. Пошел он мисслэш. Шикарный просто. Минус два практически героя моментально. Успевает шторм каким-то чудом уйти. Я уже, если честно, похоронил его. Не подцепил краешком там Брайл немножко. Аркейн Кюрс, может быть, дотикает. Да. 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 Нет, он не может. Да, сейчас умрет. Все, 25. Он погибает. Еще отдает интеллект сверху. Догнил. Жестко, конечно, жестко. Ничего не скажешь. Ну, что ж. И это еще плюс вышечка в копилку команды Undying в миде. 12-2-5. Про социальный сервис мечты у нас от Саберлайта. Видимо, то, что он почувствовал именно свою волну в американском регионе. В Европе это ему явно так просто давалось. На самом деле, если призадуматься, он очень хорошо работает против всех героев. Даже против той же Фантомки вполне. Ну, вот именно на линии получился какой-то стартовый интеллект получить. Дальше он уже на плюс деньгах и на плюс морали начинает разваливать Брайл. Вот в прошлый раз у нас погиб в драке, которая на тройке была. И сейчас тоже может подставиться, если его подцепят. Так. Там за ним выехали вроде как. Но Брайл успевает уйти. Поэтому он вне досягаемости. Вышка снизу. Видимо, дальше будет падать сейчас в копилочку команды Undying. Судя по тому, что перетягивается вниз уже Джаггернаут на подпуш. У Джаггернаута там уже что-то летит в Курьере. Да? Как бы не башер какой-нибудь. Да, может быть, Мьелнер? Я не знаю. А может быть, кстати, он сейчас уже Манта Стайл себе купил, поэтому можно и молоток загрязить. Хотя, на самом деле, для Мьелнера, наверное, рановато. А почему бы и нет? По-моему, так и собирался Тиманту у нас в прошлый раз, когда Джаггер брал. То есть, именно на второй уже артефакт собрался. Поймали у нас монстра. Здесь Тимберсоул. Ну, его теперь за контроль это не отпустят. Какой дэмод же, посмотрите. Просто, ну, учитывая, что там еще не настаканный реактив армор. Ну, когда нефиза у тебя есть, то уже проблемы возникают. Так, ну, вот он БФ появился на девятнадцатой минуте, но мы же понимаем, что это только начало пути Тимберсоул. Девятнадцатая минута. Это крайне поздний тайминг. И теперь вопрос даже не в том, что это поздний БФ, а в том, где фармить с ним. Да, и вопрос, где взять БКБ. БКБ, потому что крайне необходимый здесь для Фантом Ассасин, без БКБшки прям ей не дадут жития. Интересно, что после БКБ стоит Дезолятор в Квикбайе. На самом деле, урона уже может совершенно не хватить. Очень плотный Джаггер, который, как лавкач, набрал себе крайне много статов и армора у него тоже достаточно. А, это монта ставил все-таки готово, летел. Да, все окей. Не, монта там уже была, когда он там пушил внизу. Ладно, окей, в любом случае непонятно, что будет дальше себе Джаггернаут приобретать. Большую часть карты захватили у нас Undine под свой контроль. Им бы подраться, наверное, и уже попытаться Рошана забрать под пилингвард. Вполне себе могут это позволить. Вот у нас перетяжка идет наверх. Могут сейчас драку здесь организовать. Спалить контору. Ой-ой-ой, не дают ворваться шторму. И контролят его. Заканчивается здесь контроль от Шадоу Шамана. Шадоу Шаман погибает. Пошел глобал. И Шторма также забирают два фрага плюс интеллект для Сайберлайта. Сколько у него уже интеллекта? 32. Надо посмотреть. 32. Прилично. Хороший. Он тут, видимо, то, что знатно уже украл. Некоторые персонажи на мотив того же самого Тимбера, они очень сильно страдают от такой кражи интеллекта, потому что и так своего немного, так еще и сверху крадут. Тимбер. Я на Пудже, помню, страдал. Да. Или на Кунке, знаешь, тебя крадут так, а ты потом не можешь даже показывать. Не угадывает Мунминдер. Немножечко. Немножечко не хватило сбить ТП здесь. Ну ладно. Так, а там, кстати, почти БКБ есть у Сайлисера. Без малого рецепта дофармил. Да, и что с ним делать теперь непонятно. То есть даже если раньше можно было сказать, что можно как-то бросить все силы на него, забрать за дизейбл, теперь есть БКБ и как бы дизейблы не страшны вообще. Четырнадцать тысяч преимуществ Ван Дайенги душат. Они просто не дают совершенно спуску никакого, они явно стремятся в таблице лидеров занять, таблице, точнее всех игроков первого дивизиона занять первое место такими темпами. Интересно будет увидеть их уже против Грандов, против Evil Geniuses, против Quincy Crew, то есть против тех команд, которые могут составить им очень серьезную конкуренцию. И Quicksilver Амулет появляется. Да, перетяжка пока идет наверх от команды Undying, могут забрать вышечку по-быстрому, могут и подраться. В смятении находится Five-Man Midas, просто не знают куда идти, но на самом деле с другой стороны ходить-то никуда уже не надо, потому что крипы подходят к Т3. Маловато. От ХГ как-то. Ну а что поделать? Что поделать? Вариантов не очень много. Непонятно за счет чего выходить. Ой, проблемы, проблемы, что он явно далековато в своем фарме зашел и сейчас пытается его зацепить. И Сайленс то есть, а слить его нечем ему. Вовремя, вовремя подконтролил здесь Shadow Shaman. Мун Миндера, чтоб тот не закинул фиссуру. За счет этого выживает шторм, но правда сам Shadow Shaman погибает. И вот БКБ готово, как мы и говорили у Сайленсера. Сайленс. И теперь смог от команды Undying и они дают в сторону Фантомки, я так понимаю. На самом деле это и Т2 можно уже наконец-то добрать, чтобы вот так вот не пушить нагло линию. Да, Фантомка увидит. Есть Эхо Слэм. Попутно забирает еще Курьера. И Фантомка тоже погибает. Там еще Курьера ее с молотком. Да, с молотком, я так понимаю, для БКБ. Дмитрий Лхаммер остался в Курьере. Вдвойне неприятно. Фантомка погибает. Не фармит. Джиггернаут уже 13 тысяч нетворс имеет. И, ну, все. Такое ощущение, что просто не знает, что делать. Five Man Midas по игре стоят на базе. Тут действительно, возможно, их спасет какая-то удачная драка от хайграунда. Но уходить отсюда явно не вариант. Наказали за это уже и Штарма, наказали за это и Фантомку. И дали понять, что небезопасно им выходить дальше своего хайграунда. И, видимо, то, что монстра его тоже нашли на сплитпуше. Тоже еще один наказанный, видимо, будет. Продлевает контроль по нему. Он пытается как-то еще тут сложить. Но это еще минус четыре интеллекта. Вот это демош сейчас залетает просто от Саберлайт. Что с ним делать? 40 интеллекта. Свежая БКБ. Ему что-то уже летит там дальше. Там, я не знаю, может быть, какой-нибудь Хекс сразу будет собирать еще плюс контроль. А почему бы и нет? Мистик Став здесь тоже подсобят. На, гони. О, как раз тоже неплохо. Да, кстати. Как вариант, это просто сжечь всех и вся. Да, и... Нет, все-таки передумал Хекс. Окей. Тоже хороший выбор. Почему бы и нет? И продолжает на базе околачиваться Five-Man Midas. Пока их лес фармит, все фармит. Ну и Рошана надо все-таки забрать. Даже Тимадов Соло уже с этим справится. Да, тут Смог, возможно, кстати... О, на гони купил. Последний Смог в этой игре. Я не знаю, ну потому что непонятно, куда на самом деле, во-первых, бежать. Нужно, наверное, завардить свой лес, снять чужой вижен в первую очередь. Ну что-то они хотят и двигаются пока что очень далеко от Рошана. Ну вряд ли это какое-то нападение. Вряд ли это нападение. Рошан-то уже упал. И плюс Аекис теперь в распоряжении команды Андайенко. И сразу разворачиваются и бегут в сторону базы. Ну... Это было бы странно, если бы они продолжили бежать сейчас, чтобы было бы смерти подобно точно. Ну да ладно. Так, ну что, последняя вышка осталась сверху внешне, я так понимаю. Сейчас ее по-быстренькому Андайенко заберут и уже будут штурмовать ХГ. Да, можно как раз линии толкнуть еще хотя бы плюс одну, чтобы было удобнее это делать и сразу пойти на вторую линию и не танчить лишний раз тавр или не страдать от бэкдора, если тот вдруг включится при отпуше линий. И видим то, что Тимада готов просто лицом танковать все эти вышки, готов принимать удар и кастовать свой ультимейт, который появился у него дополнительный Саганима. Это приятненько все-таки. Довольно маленький кулдаун у него. И вот видим то, что трех прыжков достаточно для того, чтобы завалить ценку. Ну и дальше что у нас будет? Наверное, сразу на мид можно сходить, почему бы и нет. Все-таки крепочков внизу так просто не отпущешь. Ну, как минимум, пока есть Аегис, можно делать что угодно сейчас. Забирает в сторону без проблем. Да, жечь деревня здесь. Да и такое ощущение, что в душе уже 5 миды сдались на этой карте, потому что последние минут 10 они просто не знают, что делать. Их просто избивают по карте. Врывается Шторм, пошел Глобал сразу же. Шторм успевает вернуться обратно, но в это время продолжает падать вышкой и Т3 сейчас тоже упадет. Ну, Глобала теперь нет. Возможно, это шанс для команды 5 миды хорошо подраться. Они врываются с Сабирлайта, который оказался впереди. Но он прожимает свое 10-секундное БКБ и тут уже на него не нападешь. И погибает просто мигом у нас Шторм спирит. Дальше нападение будет уже продолжаться на Шамана. И как-то СМК там что-то нажала, но не нажала. Эхо слайм получила СМК на лицо, к сожалению. И это ее приговорило к таверне. Ну, и на этом, собственно, заканчивается вторая карта. Очень быстрая, очень уверенная игра от команды Undying. Оно неуявительно, я не знаю. Драфт вроде бы в теории неплохой от команды Fagman Midas, но мы увидели, что драфт не работает, а слово совсем. Опять же, личное исполнение, макро-передвижение, все это в сумме показало, что она слабее. Ну, что ж, у нас меньше, чем за два часа это Best of 3 закончилось. Ну, повод порадоваться, что еще сказать. Как бы не часто такое у нас происходит. Потому что, например, на той же... Ну, если сравнивать с Северной Америке, там вот у нас, например, всегда более затяжные такие карты, как правило, были. Такие более короткие, наверное, были на Южном. Потому что там все-таки больше экшена, как правило, происходит. Но здесь совершенно какая-то безидейная игра. Не знаю. То есть центральная линия плюс-минус отстояли, но снизу, как отлично себя показал Silencer, просто, ну, вне всяких похвал. То есть выиграли линию, задушили эту фантомку. И сверху какое-то время, конечно, Джиггернаут терпел. То есть мы видели неоднократно, что приходилось ему юзать эту комбинацию. Да, там все было далеко не так просто. Но в любом случае, Netverse у него всю игру была выше, чем у его оппонента по роли. Да и... Да что уж говорить. Уже неоднократно говорить, что все-таки составчик-то у ребят из команды Undying посильнее. Мы передаем слово нашей студии-аналитике. Ну, в общем-то, закономерное завершение этой серии. Все-таки фавориты Undying оказались сильнее, без особых каких-то шансов. Хотя верилось в драфт немножко. Чуть-чуть. Такая маленькая надежда сверхнула перед глазами. Но, в принципе, что я говорил перед первой картой, что тут смысла нет обсуждать вообще какие-либо драфты. Просто 2-0, потому что вот такая пропасть. Тут, знаешь, пропасть закрытых квалификаций. Потому что чуваки пришли из Open квалификаций. Просто добор произошел. Поэтому, ну реально, вот в таких матчах тут обсуждай, не обсуждай, а результат налицо. Ну, из позитива мы получили еще одно доказательство того, насколько классно Witchblade смотрится на Silencer'ах, особенно на Silencer'ах Core'ах. И это, знаешь, такая демонстрация, как будто ты пришел в какой-нибудь условный супермаркет, там стоит телевизор, и ты думаешь, классно он или нет. И вот тебе показывают. То же самое. Если кто-то еще сомневался, играя на Silencer'ах в паблике, брать ли себе Witch, то вот вам Cyberlight демонстрирует, насколько он кайфовый. Ну, как раз драка, где он кучу что-нибудь наворовал. Хотя и так было до этого. Прилично. Ну, тут просто такое, не знаю, какое-то понимание исполнения тебя очень сильно. Ну, как бы подводит, понятное дело, да, из-за того, что ребята все-таки тир-2, там, плюс уровня. Ну, ты играешь на шторме. Ну, как бы ты играешь под Silencer, тебе must have you all, да? Либо ты доджишь драки до какого-то момента, если ты играешь там через Orchid и пытаешься соло-килы какие-то делать. А если ты все-таки через Orchid решил играть и драться так 5 на 5, но ищи ты Silencer по драке и прыгай на него, а не на кого другого. Он тебя просто влепит глобал и сотрут тебя за секунду. В принципе, как происходило в каждой драке. Он умирал первым всегда, ну, Шторм спирит. Его просто очень быстро вкусили, вот здесь вот ему просто повезло, но он здесь и умрет все равно на базе. Да, он вообще курса тикает очень долго. Он пытается ботлом отпиться, никак. Ну, он по-моему еще шмотку сейчас будет выкладывать. Нет, нет, нет. Тут еще момент, ладно, ну, во-первых, понятное дело, Шторм, да, Orchid самый важный момент, о котором говорит Серега. Второй момент со сборкой – это вопрос к Фантомке, потому что у тебя два вопроса отдельных, да. Если ты собираешься все-таки в БФ, но видишь, что катка тяжелая, тебя будут бомбить, вам нужно много артефактов, вы, скорее всего, будете прижиматься, мало того, на линии все не очень идет. Коррозив Хейст, точнее, Коррозив Орб. Коррозив Орб – это 800 голды, 800 голды. Это популярный билд. Это Ring of Health, по факту, да. Если ты уж собираешь БФ, это, по факту, очень-очень, ну, 1,4 БФ, ну, там, немножко меньше. В любом случае, это очень серьезно тормозит твой БФ, ты собираешь БФ на 17-й. Но если тебя вообще начинают жарить со всех сторон, да, линии идет никак, ты собрал Коррозив Орб, что отлично с ним стакается, собираешь себе просто Дезолятор вместо БФ, потому что он у тебя появляется на 17-й минуте, где уже перефарма 20 тысяч, ты не камбэкнешь это никак, потому что, чтобы БФ работал, нужны крипы, да, чтобы ты их бил. А крипов нет вокруг, ты до них не доберешься, тебя убивают. Собери какой-то артефакт, который будет помогать тебе драться, в случае с Дезолятором, потом БКБ, ну или, ладно, может еще что-то придумать, можно какой-нибудь интересный артефакт, но Дезоль – это классика. Почему бы и нет? Очевидно, что ты, скорее всего, проиграешь. Очевиднейшим образом, да. Но будет маленький шанс, что твоя команда скажет тебе «Спасибо, хотя бы ты убил саппорта», или «Спасибо, ты хотя бы убил тройку». Вот этого сайленсера, например, прыгаешь ему на лицо, этот чел вносит нереальный объем дамаги, вот нам его покажут сейчас, и у него там будет урон по героям явно даже выше, чем у Тимада. 20 тысяч. А при этом все, сайленсер не собирает ни одного сейф-артефакта, у него в команде ни одного сейф-артефакта основного нет никакого. Ты берешь этот дротик, один кидаешь, 19 тысяч 424, вот этот чувак наносит, у него БКБ появилось достаточно поздно, на самом деле. Просто берешь, вносишь ему в лицо дротик, и он уже от этого умирает на пол-ХП, уже в драке, скорее всего, не будет особо присутствовать, блинкаешься, убиваешь, если хочешь. По вышкам дамажил. Ну, на самом деле, я говорю, им просто нужно было чуть-чуть лайны постоять, вот не так жестко в виде, потому что, ну, Дим правильно говорит, если ты все-таки начинаешь так проседать, тебе от стартовых артефактов нужно вообще отказываться в пользу Battle Fury. Ты вообще можешь без ботинка даже играть. Вот как вот делают, да, не знаю, те же самые там, Америклы на антимагах, он берет с тебя Battle Fury и берет себе Gloss of Haste, чтобы просто быстрее фармить, чтобы у тебя так спид был. Ботинок не нужен для фарма, допустим, там, белт какой-то тебе не нужен для фарма, у тебя просто перчатка скорости и Battle Fury, это просто голая, вот просто два артефакта у тебя есть. Ну да, какие-то расходники там, понятное дело. Хоть кто-нибудь вообще по зданиям хоть что-то надамажил, кроме игроков? Да не, они не подходили к зданиям. Все по нулям, просто по нулям. Они же... Опа! Это лечение. Это оно. Просто, к сожалению, да, они там еще даже не думали о том, как сплитпушить это все дело. Вот, а что касается сборки, когда у тебя один Gloss of Haste, ну, может быть, какой-то стик, он хороший на любом блинкатере, то есть он хороший на антимаге, на фантомке, очевидно, точно так же и так далее. На фантомке. Очень круто работает сейчас из него вообще. Да, да, конечно. Потому что на антимаге, допустим, вот на антимаге, на фантомке, антимаг, он просто, если драка началась, он где-то рядом с дракой находится, и у нее есть способность как бы блинкануться, дать void, когда ты видишь момент, да, что ты можешь забрать, и в драку дальше не входить. Потому что антимаг, он слабенький, да, у него 1000 хп, и это Battle Fury будет. Потому что фокуснут моментально. Фантомка такая же, у него 1000 хп, но зато у нее есть способность там каждый короткий промежуток времени выдавать дротик. Опять же, и очень сильно помогать. Где-то залетит крит, и уже хорошо, там где-то у кого-то пол хп останется. Поэтому, в принципе, это рабочий вариант. В фантомке там как бы не нужно драться. Просто нужно не фидить вот в такой степени, как они это делали. Ну, трудно было им это, по ходу. Ну да, все-таки уровень команд разный. Как мы видели, антимаги выходят на первое место, у них ноль проигранных карт, как и у Quincy Crew, но у Quincy Crew всего лишь один матч был сыгран. И у нас впереди встреча ЕГЭ. ЕГЭ свои игры пока что проводят, ну, скажем так, грязненько. То есть они выигрывают, но заливают карты. У них 2-1, 2-1. Пока не показывают того уровня, который мы от них ждем. Но, конечно, этот матч начнется не скоро, где-то через час. Так что мы уходим на довольно длительную паузу. Но обязательно к вам вернемся. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok